Будете ли предъявлять претензии или другие меры за приобретенные приборы ненадлежащих качеств? Смотрите, на сегодняшний день все приборы оборудования поступают надлежащими. То, что я вчера рассказывал про стенд Skif-1, вопрос в чем? Что меня меньше всего заботило, какого же качества будут там проводиться измерения. Потому что меня интересовал привод, механика, для того, чтобы мы его должны было закрепить, передать вращающий момент, нагрузить, частотник там стандартный стоит. А измерительное оборудование, все, измерительное оборудование будет стоять внешне от основной лаборатории. Вот этот анализатор мощности мы что, подорвем? Сейчас приобрели и ждем поступления, да? Нагрузочная, вот эта электронная нагрузка, нагрузочный стенд, который вы уже видели там, видеопоказы. Они прецизионные, работают сейчас в сопряжении с компьютером, делаем и так далее. Все это будет работать с этим, да? Оборудование. Мы прекрасно понимали, что контрольно-измерительные приборы на этом стенде, они не удовлетворяют нас. Поэтому класс точности этих приборов был низкий. И мы на него ставку не делали, потому что дважды платить за приборы высокоточные, ну, смысла нет. Но что эти приборы окажутся настолько... Слов нет, да? Ну, когда один вольтметр у них показывает, допустим, 14,1, а другой на компьютере показывает 14,7 вольта, да? Ну, это уже ни в какие ворота. Вот просто ни в какие ворота. И просто обидно за то, что импортно берешь, оно все соответствует тому, что написано. Российское берешь от забора до обеда. И куда это самое... Сапоги лягут, да? Ну, так же же нельзя. Смотришь, ну, мне, в принципе, без разницы, да? Что там крышка не прилегает, что там винты, там что-то все безобразно сделано. Мне самое главное, чтобы можно было завращать, возбудить и так далее, чтобы не тратить время на вот эти все железеты. Это вполне достаточно. Но, ребята, ну, нельзя же делать так коррелом, до такой степени. Уже надоело, когда вот свое берешь, хочется гордиться, вместо этого плюешься, да? И когда у тебя раздается вот эта шапка закидательства, тоже, ну, то, что я говорил вчера, популизм в технике. Когда, а что, давайте сейчас в гараже там сделаем сейчас, шапка закидательства, шашки на голову понеслась. Нельзя, ребят, мы в 21-м году. Конкуренция высочайшая. И поэтому надо учиться делать нормально. А это даже нормально, да? Нужно соответствующее оборудование, соответствующий инструмент. Потому что, когда посмотришь, как разбирают двигатели, а какой ключ подошел таким этим самым, там даванул, там это затягиваешь, спрашиваешь. Ребятки, а что, динамометрического ключа нет? А, я так, нарубаю. Я и так знаю. Нормально. До тех пор, пока мы так будем подходить к работе, до тех пор такой будет и продукт нам выпускаться. Поэтому надо создать рабочие места, чтобы человеку, не возникало даже желания человека сесть с грязными руками за стул. Начинать с этого, да? Чтобы человек работал чисто, аккуратно. И тогда с ним требовать такой же аккуратности. Это надо воспитывать. И этим и занят. Иначе, иначе, но конкуренции не будет, не выдержим.